Всем огромный привет! Вчера я выложила видео о своих покупках с формулой рукоделия. И когда даже не в каждом втором, а в каждом первом комментарии девочки мне написали, что зря я не показала тканюшки, я конечно поняла свою оплошность. Ну и я бы тоже, наверное, посмотрела тканюшки у других с большим удовольствием. Я не знаю почему. Поэтому вдруг я решила их не показывать. Какие-то у меня были задние мысли, которые я даже сейчас воспроизвести не могу. Но пока суть до дела. Вот вы видите перед собой то богатство тканей, которое я приобрела на выставке. Но прежде чем я покажу, может быть слегка чуть поближе, потому что их действительно много. Я хочу сказать, что сейчас я только что вернулась из фикс прайса. У нас недалеко открылся этот магазин. Раньше я его не посещала, так как нужно было куда-то далеко ехать и смысла не было тащить оттуда всю эту мелочевку и ерунду. А тут в торговом центре, который у нас всего лишь в одной остановке, открылся этот фикс прайс. И я вот съездила, купила кое-какую мелочевку для своей дачи и огорода. Кстати, я считаю, что очень неплохие можно купить и ведерки, и тазики, и 5, и 7 литров. То есть такие достаточно крупные, удобные и дешевле, честно говоря, я вообще нигде их не видела. Но речь сейчас не об этом, а речь о том, что я, конечно, не смогла пройти мимо. И я взяла вот такие две небольшие штучки деревянные для украшения. Сегодня солнце такое безумное, классное. С одной стороны это очень радостно, но с другой стороны я боюсь, что вот оно будет мешать что-то показать. Будем надеяться. А вот такую птичку, ну, симпатичное весеннее украшение. Почему нет, подумала я, это сущие копейки, в принципе, постоит-постоит и можно выбросить. Хотя вот это такая деревянная основа, ее даже можно как-то по-другому задекорировать при желании. Я, правда, не умею декупажить, но все-таки. То есть у меня вот такая птичка оказалась в корзине и такая курочка. Ну, некие весенние пасхальные украшения. На мой взгляд, достаточно симпатичные, минимальные, вернее, наверное, не минимальные, а в стиле минимализма. То есть здесь ничего такого нет. Сильно-сильно претенциозного и в красках, и в узоре, и вот эти пуговички. Ну, в общем, я считаю, что я слишком долго говорю об этих дешевых вещичках. Но все-таки. То есть она стоит, но сейчас вот у меня на диване она, конечно, стоять не будет. Ну, в общем, я осталась довольна вот этими своими покупочками. Мне кажется, что в прошлый раз я их не видела, но вот в этот раз увидела. Так это была моя вторая поездка. Я поехала докупить кое-что. Значит, вот эти маленькие тканюшки купила, потому что всегда нужен какой-то мелкий узор, когда что-то делаешь. Я, конечно, вначале всегда бросалась на какие-то крупные узоры. Те, которые вот привлекают внимание своим сюжетом, может быть, даже какие-то картины. А потом я поняла, что для мелких вещей крупные узоры это не совсем удачный вариант. И когда ищешь что-то совсем маленькое, мелкое я имею в виду, ну, чаще всего именно этого мелкого не хватает. Вот я подумала, что полоска будет, в принципе, универсальная. То есть несколько универсальных таких тканюшек. Здесь горошек, красный горошек на красном фоне. Мне очень хочется, чтобы это было видно на камере. Я очень надеюсь на это. Тоже такой непритязательный абсолютно цветочный узор на зеленой ткани. Клеточка. Все дело в том, что на таких вот небольших мелких узорах очень выгодно смотрится то, что вы хотите показать. И вот такая клетка. Но это уже не очень мелкий узор. Я бы сказала, что он достаточно крупный. Но он удачно сочетается с другими тканями. В принципе, можно с чем его найти и сочетать. Вот я бы, например, с морковкой сочетала бы неплохо. Почему я взяла 5 штучек? Потому что если ты берешь 5, то скидка. То есть тогда один кусочек встает в 115 рублей, по-моему. А если брать меньше, то будет 120, 125, 130 и так далее. То есть вот эти тканюшечки. И вот эти ткани, которые вы видите на заднем фоне, это красоткани, которые взяла на стенде фирмы РТО. Я понимаю, что это не мелкие узоры, но я просто не могу. Я просто тащусь от этой овощной темы. Значит, морковки. Прекрасный урожай морковок. Помидоры. Ну вот как можно... Я вообще обожаю помидоры. Я такая помидорная душа. Мимо сладких помидор я вообще пройти не могу. Вот эти помидоры, бычье сердце или азербайджанские, или армянские помидоры, бакинские помидоры. Ну это вообще что-то с чем-то. А те помидоры, которые я пробовала в Грозном, правда это было уже 100 лет назад, я была в 9 классе. И мы ездили к родственникам и пробовали их помидоры. Ой, это можно душу, конечно, продать. Насколько они вкусные. Значит, помидорчики еще. Так, птичек я уберу. Очень мне хотелось горох, потому что такое вот сочетание, во-первых, коричневым с зеленым, выигрышное, на мой взгляд, мне очень нравится. Оно не смотрится избитым, такой горошек. И вы посмотрите, какие авокадо. То есть, вот я, например, могла бы сочетать вот этот горох с авокадо. Мне кажется, было бы замечательно. То есть, такая съедобная тема в тканях. Сейчас, лично у меня, на пике интереса. Меня они очень интересуют. И поэтому, вот результатом явилась покупка вот этих отрезов. Здесь достаточно крупные отрезы. Это метр на метр десять. Поэтому можно что-то такое даже крупное попробовать при желании. Посмотрите, какие артишоки. Вообще, сиреневый цвет, конечно, вот эта такая травянистая свежая смесь с сиреневым, это тоже очень-очень удачное сочетание, на мой взгляд. И вот этот горох здесь подходит как нельзя лучше. То есть, я специально брала сочетаниями, чтобы уже не мучиться, не подыскивать, раз она уже есть. Мне кажется, очень удачные. Вот эти два материала я взяла, потому что они были совсем дешевые. Они могут пойти на всевозможные мешочки. Это хэбэшная байка. На ощупь это мягкие материалы, тоже очень сочных цветов. Поэтому можно даже где-то и к морковке, например, при необходимости. И можно вот к артишокам, ну или еще как-нибудь. Вот такие тканюшки у меня появились. Я показала теперь вам всем и душа моя успокоилась. Ну и поскольку одни ткани показывать, наверное, не имеет смысла, я решила показать все, что у меня накопилось. Ну, какие-то, может быть, ответы на вопросы. Что-то у меня вышилось, но я видео не снимала, потому что, ну, нет смысла. Это что-то такое мелкое. Сейчас я говорю вот об этом сюжете, который у меня вышелся к Дню влюбленных. Вот этот небольшой сюжет по РТО. Я вышивала вот эту парочку на нашу годовщину. И второй у меня наборчик был, вот как раз я его решила вышить в такую, в тандем, скажем, к этой первой. Единственное, что я пока не вставила вот это паспорту от открыточки, поскольку наборчик открытка, как вы помните. Ну, у меня такое случается. Я куда-то подальше положу, потом фикс-два найду. Вот это тот случай. То есть я специально куда-то положила, чтобы оно, не дай бог, не помялось, не порвалось. И вот пока еще нахожусь в поиске этой открытки, чтобы сделать из нее паспорту. Ну, вот такая парочка влюбленных, юная парочка влюбленных. Ну, чем старше становишься, тем больше в детство, конечно, впадаешь. И мне вот очень нравятся вот эти все юные, такие невинные парочки. Просто супер. Это что касается того, что у меня еще вышло за этот срок. Теперь, может быть, расскажу пару слов об этой сумке, потому что девчонки стали спрашивать, как же я ее пошила. Я решила, когда ее шила, не снимать никакого мастер-класса, потому что мне показалось, что она шьется, ну, проще простого. Сейчас попробую объяснить на словах, так как я не собираюсь в ближайшее время никакую сумку шить вот такого типа. Я попробую объяснить на словах вот с демонстрацией того, как это я делала. Если вдруг это будет непонятно, то вы пишите в комментариях. И вот когда я доберусь до пошива сумочки, тем более, как вы видите, есть материал, из чего это делать. Можно пофантазировать. Я тогда сниму более подробный мастер-класс. На самом деле сумка шьется очень и очень просто. Если не озадачиваться вот вышивкой, как пришивалась вышивка, а, допустим, посмотреть на заднюю сторону сумки, то, в принципе, это пакет. Я попробовала отсесть от солнца, убрать все, немножко передвинуть камеру, потому что мне кажется, солнце слепит так, что вообще ничего не видно. Ну, будем надеяться, что... Потому что я ничего не понимаю, что там происходит на экране. Вот, и я боюсь, что когда я подношу к камере и на вещь попадает солнце, то тоже ничего не видно. Вернемся к сумке. Значит, что происходит? Вы шьете вот такой пакет по форме. То есть, вначале сшивается три стороны этого пакета. Далее, чтобы сделать дно, нужно... Это все, конечно, с изнаночной стороны. Нужно вот с двух сторон вот так вот уголки убрать и тоже сострочить. Получится дно. Вот, ничего особенного, как, в принципе, каждое дно и делается. Вот таких пакетов вам нужно из ткани сшить два. Вот второй. Второй будет являться подкладкой сумки, то есть внутренней частью. Вам нужно, грубо говоря, два практически одинаковых пакета из ткани. Одна из которых является внутренней частью, одна часть является внутренней, и одна является внешней. Вот и все. То есть, для того, чтобы потом сшить вот эти два пакета, их нужно сложить лицевыми сторонами друг к другу. При этом вставить ручки, так как когда вы сложите лицевыми сторонами, у вас останется только вот этот шов, который нужно будет сострочить. И ручки сострачиваются, встрачиваются именно в этот момент. То есть, нужно ручки вставить вовнутрь, и когда вы сострачиваете, оставляете специальную. Ну, вот здесь вот, кстати, я небольшой остала, поскольку у меня ручки были близко. Через такой неудобно выворачивать, это очень маленький, очень маленькая дырочка. Лучше оставлять, конечно, чуть побольше. Ну, вот здесь так получилось, скажем. Все это просто выворачивается потом на лицо. Внутренняя часть вставляется в сумочку. Все заглаживается. И вот эта часть по тайным швам сшивается. Или если у вас будет машинная строчка здесь поверху, то, в принципе, она может застрочить и эту дырочку, эту прореху. Вот как бы и все. Никаких особых здесь секретов. То, что нужно бы знать, нет. Если вы спросите, как пришить именно вышивку к этой сумке, это уже совсем другая история. То есть, нужно себе представлять, что сама сумочка шьется очень-очень элементарно. Как же пришить вышивку? Я ее делаю таким же образом, как вышивку обычно пришивают на подушке. Вот на наволочке. Этот способ можно прочитать чуть ли не в каждом журнале по вышиванию. Очень часто журналы рассказывают, как пришить вышивку к подушке. Первым делом пришиваются полосы по бокам. А потом пришиваются полосы уже сверху и снизу. И здесь просто уже вы сами смотрите. Здесь можно было украсить в этот шов что-то вставить. Можно даже на шов что-то наложить. Это уже как фантазия будет работать и какие материалы вообще будут в наличии. Что подходит, а что нет. Вот и все. То есть, эта часть сшивается просто из нескольких кусочков. Если вы хоть когда-либо пришивали вышивку на наволочку, делали наволочку на подушку диванную, то для вас это не составит никакого труда. Я не знаю, объяснила ли я вообще понятно, донесла ли я как-то сам принцип пошива этой сумки. Если вдруг какие-то вопросы остались, еще какие-то непонятки все равно остались, то спрашивайте в комментариях. Или если уж совсем туго, то попробую снять мастер-класс уже более подробный в случае необходимости. И еще у меня есть несколько таких рукодельных новостей, которые я нигде не рассказывала, не показывала. Поэтому сейчас в этом выпуске дневника тоже с ними поделюсь, чтобы уже к ним не возвращаться. Это будет касаться некоторых подарков, которые я получила как бы на Новый год, но позже. Во-первых, моя рукодельная подруга мне подарила вот такой набор. Для того, чтобы шить наволочку в стиле пэтчворк, в данном случае это называется восточные узоры, в этом наборе находятся все ткани, необходимые для того, чтобы шить вот такую вот наволочку. Также очень и очень подробная инструкция. Ткани красивые. Получается вот такая подушка, как можно видеть на тетельном листе, один в один. Но я посмотрю, если мне не захочется шить эту подушку, то я в принципе могу использовать те ткани, которые вложены в этот наборчик, в своих рукоделочках. И большая единственная жалость, и большая жалость, что все-таки они уже все раскроенные и иногда очень и очень маленькие. То есть понятно, что если здесь четыре вот таких мелких квадратика, то и в наборе будут четыре таких небольших кусочка ткани. Все равно я очень рада, спасибо огромное за такой подарок. И еще я не показывала подарок, и даже Ленуся об этом не знает. Елена Цвет мне сделала просто королевский подарок на Новый год. Она мне подарила купон, по которому я могла купить на свой вкус все, что мне захочется в магазине Улюсиль. Я, конечно, долго мучилась, что же мне там выбрать. Ну, вы сами знаете, как сидеть в интернет-магазинах и что-то выбирать. Я решила не покупать наборов, потому что наборов у меня и так уже выше крыши. Они у меня не помещаются в мои две коробки. Я пытаюсь эти коробки каким-то образом разрядить, какие-то наборы побыстрее отшить. Поэтому я решила, что возьму тканюшки в этот раз. И вот этот купончик у меня как раз пошел на то, чтобы я совершила вот эту покупку. Мне очень хотелось купить равномерную ткань. В данном случае я остановила свой выбор на Мурана. Пока Мурана является моей любимой тканью. Она достаточно плотная. У нее 16 каунт на пересчете на Аиду. Это такой неплохой каунт. Вышивка смотрится ни мелко, ни крупно. Я довольна абсолютно. И мне очень хотелось выбрать некие весенние цвета. Я уж не знаю, насколько весенние цвета у меня получились. Но вот я выбрала один такой светло-светло-зеленый салатовый тон. Я не знаю, в каких цифрах можно или как ориентироваться на цвет в каталоге. К сожалению, есть какие-то цифры здесь написаны. В принципе, если кому-то интересно и он разбирается в этих цифрах, он сможет понять, что это за цвет. А так приходится надеяться на ту передачу, цветовую передачу камеры, какая у меня есть. Так вот, у меня появился вот этот кусочек небольшой Мурана. Далее мне очень нравились всевозможные сюжеты на бледно-бледно-сиреневом или вот таком фиолетовом фоне. И я надеюсь, что он у меня тоже не залежится, а быстренько пойдет в дело. Покажу цифру для тех, кто в этом разбирается и что-то понимает и знает. И так как последнее время, благодаря Илоночке, Илке, большой тебе привет! Сейчас опять возродился интерес к Хардангеру. Я еще купила специальную ткань для Хардангера. Опять же покажу циферки, номера. Возможно, кому-то это что-то скажет. Но так как у меня есть белый цвет, мне хотелось взять какой-то цвет, ну, может быть, топленого молока. Я сейчас уже не помню, что это за цвет. Мне кажется, или очень светло-бежевый, или айвори, или топленое молоко. Ну, вот что-то в этом роде. Кстати, заодно я хочу показать очень-очень давно, когда шла речь о ткани для Хардангера. Может быть, это сейчас уже совсем не актуально. Но девчонки спрашивали, что это за ткань для Хардангера и чем она отличается от обычной равномерки. Сейчас попробую продемонстрировать на этих двух тканях. Вы все прекрасно знаете Мурана. Если приглядеться как можно ближе к этой ткани, мы увидим переплетение в одну нить. И, в принципе, когда мы кладем крестики, то мы подсчитываем эти переплетения. Что же происходит в ткани Хардангера? Для Хардангера. Опять же, если очень приглядеться к этой ткани, то видно, что дырочку создают как бы две нити, протянутые вертикально и две протянутые горизонтально. Мне кажется, это очень похоже на двунитку. Я так ее назвала, не совсем понимаю. Может быть, я права, может быть, нет. Но вот такую структуру имеет специальная ткань для Хардангера. Вот и вся разница. Мне кажется, это все, чем я хотела с вами на сегодня поделиться. Вам огромное спасибо, что были это время со мной. Всем желаю прекрасного рукодельного и вышивального настроения. И до новых встреч. Пока!